13 число, лагерь сыроедов Абхазия Кырдык, Кындыр Постоянно путаются Вот, и мы с малой группой едем на рынок в Сухум Это Маша, Антон, Ольга, Вероника Привет, привет Да, ну и я, Максим Ну и я, в главной роли Максим Да, вот прибыли на Сухумский рынок Вот тут стройка, все места заняты Машин много Вот, у меня села батарейка Поэтому будем так, коротенькие включения делать А, вот он вход Вход на рынок Сразу попадаем в сувенирку На вещевой сейчас пойдем На вещевой, пойдемте на вещевой тоже Давайте пока все вместе держаться, там посмотрим Носки, носки, брюки, брюки недорога, брюки недорога, носки Немножко с ценниками, чтобы много не говорить, не спрашивать Абхазия, круто Хочу, конечно Гуччи, 8 соток Зашли в Крытий, посмотреть атмосферу Ну как-то так, знаете, атмосфера Немножко а-ля время назад, короче, да? Да Патриотично Удобнее, да? Надо тебе такое на подарок? А сколько вот эта штучка стоит? 500 500 рублей Не, я вот про вот это Костель 300, а середина 300 Вот это вот 500, да? Костель 300, здорово Нам батарейки надо, да Слушай, а мне по идее фонарик надо На лобный? Да, на лобный сколько будет? Разный, да, есть? Рамки, ну вот смотрите, вот этот 500 Вот этот 500 на батареечках А есть самые простые такие вот есть? Ну, 500, че на рогне там, буквально Ну, а что, мне надо хоть спросить, почем кеды? Почем кеды вот обычные, которые Хлебушек 21 рубль Булочки Посмотрим алкоголочек А это же комитет, да? Да Три звездочки, да? Вот с этой стороны Только наши звезды Ох, какие А вы свои, да, домашние? Да, это домашние А мед у вас почем? Билет 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 А вот много вот столько вина Это где у вас виноделие какая-то, да, есть? Тут в Абхазе У нас заводы есть Заводы? Вот это у нас С той стороны у нас Кудоводных завод А наверху тоже кудоводство Ну дешевле, чем крымские, да, получается? А вот здесь Есть Сухомская пина Крым-то Россия сейчас Сухомский винодзавод Есть Приморка Китсунский винодзавод Есть Багушера Вот это Пасплодиляноска Багушерская Благодарим вас Чтобы было хорошо Можно так вот Дельфинчики какие-то Ну это специи, да, у нас Засыпанные Стараюсь, Петя Вкусно пахнуть А не, ну, конечно Вкусно пахнет 50 стоит Чай хороший, ребят Берите Полторашка, 700 Так, 250, 05 Полторашка, 700 То есть Немножко выгодно Мандарин хотите, женщины? Да, очень-очень ароматный Матарин, 150 Мы к вам вернемся Хорошо, понятно 05 Это же больше, чем вот такая вот будет баночка Конечно А в эту баночку сколько влазит? Грамм 200, да? Вот сюда? Да Взяли дешево сердито, приправки Вот аджика уже за 150 Зеленая, делю пятая Нашлась А почем хурма ваша? 70 Такая сочная Так же сладости 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 Пойдем туда Смотри, как там много Если там нет Пойдем туда Как там всего много Приправки Мы отсюда уходим Нам здесь страшно Здесь Здесь убитые животные Вот Сколько он кричал? Эвкалиптовый веник он тут стоит Я вас не помню Здесь же есть проход сюда, да? Да, мы идем куда-то Не понятно Сразу по ценам Хорошенькие Бананчики Соточка Вот и все видно, все понятно всем сразу Оп 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 Планчик 5 рублей Давай возьмем Перекусим Ну нормально Перекусим, да Возьми два Виноградик по 50 Игрушка по 50 А гранатик почем? 150 А вот эта штучка? 91 штучка Она По 30 Там все такое А это за килограммчик? Да, килограмм Крутяк Ну она еще пока тверденькая, да? Ну, день-два постоит и нормально, а что? А это эвкалипт, да? Нет, это лавровый Лаврик Как стоит такая? Венок лавровый Хорошо Вот приценка по орешкам По изюму Чернослив, да, 250 Финики 200 и 150 Иг сушеный 350 Так, фундук 600 Миндаль 800 Ради 150 Какое-то осало Непонятное Конфеты Картофель Приправ Везде много Кстати, приправы вот где за 50 продаются А где аж за 100 можно найти Мы за 35 нашли В тех же самом Вот как бы дешево И ну Мы не видим плохого в них Что, будем их посмотреть? Круто, конечно, пойдем посмотрим Мексиканское что это? Огурец Огурец? А куда его режут? Салат? Мы салат Ребят-ребят рогулы и жарят Очень сладко Вот сюда предлагаю вернуться за огурцом И вот Вот видите какой гранат Да, посмотрите Да, главное, чтобы вкусненький был Возьмем, попробуем А лимон почем? 210 Лимон 50 рублей 50 50 Что за 50? Понял Как будто она миллионер Да, мы сейчас вернемся сюда Есть мандаринчики Да За 30 Здорово А это лимончик, да? За 35 Лимончик Еще дешевле Ну, обвал цен вообще по всем фронтам Пока не стоит, чтобы спать Потому что Вот это крайние 250 Остальное 300 Ну, шикарно 300 за килограмм Да Хогмон Мммм, интересно, 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 смотри, видишь, хундук 450 мы уже обнаружили, да, я предлагаю в сторону идем, пойдем, пока у меня хочешь, я ее только засунул, доставай. Вот, мы и шли в сторону гранаты, я вспомнил, что мы хотели, забыли гранат, да, да, мы сейчас найдем, по чем гранат? 50, если все, возьмите по 40. Ммм, думаю, кто меня грабит, смотрите, друзья, я прям думаю сейчас, думаю, неужели драться придется. Где линдаль, ты говоришь, праливаю? А там, по тому, рядом, сейчас я вам покажу. По внешнему? Вот, задвите, нормально я ем. Вот. Лук не выбрать, что делать? Можно взять? Не знаю, я обычный лук, нормально ем. Вот, девчата меня проверили на чувственность рюкзака, чувствую, сказала, где мы взяли орешков, вот, отправил. Сложно, конечно, объяснить, где это. Потому что мы сами не объясняем. О, кукурузка, она тоже по пятнашке. Сейчас наберем кукурузу. Вот, девчата, берут по 50. По штучно, она выбирает. По чем такой? По 50. Уже, как будто, сами продаем. А, денег, денег, даю денег. Нормальная цена, 150 за зелень. Вот она. 60. У нас 65 в лагере стоит. Вот, и мы взяли. Смотри, а вот цветная капуста за плотинник у нас, не знаешь, сколько? Надо брать, нет? Нет. Это фихуа, да? Да. О, вообще за 300 рублей это уже. Хочешь попробовать? Пахнет, короче. А знаешь, сколько стоит у нас фельми фихуа? Наташка Базунова скинула. Скоро. Надо и видео скинуть. 240 рублей за килограмм. Здорово. Вот немножко мы вышли. Получилось, что с самого базарчика. Пойдем вот этот посмотрим сначала, магазинчик. Раз мы уже здесь оказались. Доценим сам. Ну, бананы недорогие. Вот, Маша обожает виноград такой вот, который по 50. О, а это что за фрукт такой интересный? Я пью. Питака. Это у вас здесь растет, нет? Да, конечно. Мы просто собрали. Я первый раз такую вижу просто. Ну, у нас уже ничего не растет. Ну, да, с этим клопом, да? А, это ты, 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 ты. Я балансующая, у меня клопок больше клопа у нас. О, вот орехов много. Мы сейчас здесь найдем то, что нам нужно. Ух ты. О, косточка персика дешевая. Сенки всякие. Вот изюмище. Изюмище просто. Вот что-то сушеное, да? Что это такое? Это курага сушеное. Курага такая? А может, у вас есть бой грецкого ореха, чтобы подешевле такой нам? Финики 180 у нас, посмотрите, каких. Ой, 190 хороший. 180 изюм. Съемки дешевле. Ой, извини. И чернослив у нас тоже. Я просто на камеру не говорил, поэтому повторяюсь немножко. Клевый, клевый. Вкусно пахнет. Какой бы, по идее, можно посадить из него пальма вырастить. Вот эту верхушку досадишь, вот так вот, и отсюда вот они. Да, можно прям не разрушку, а прям телеполмон. Мне подружка я раз подарила на день рождения, знаешь, что? Кокос. Кокос чищенный, внутри молочко. Да, растущая ананаска, очень на ветке, вот так мне подарила подружку. А что, я его там съела? Клево. Что это, штучка, да, естественно? Авокадо. Авокадо, да. Вот мы в магазине Магнит. Так, вроде закрыли. Отходим. Сочинский хлеб. Бухло. Заграничное. Сгущенка какая-то, может местная, может нет, но... Сгущенка, значит, это плохо. Потому что не сгущенное молоко. Да и не в нашем случае это... Вообще обсуждать, рассуждать, покупать. Что ты видишь? Озвучивай. Фиников. Вижу ведро. Закасали. Да, пойдем, возьмем пасту. Друзья, ну как, магазинчик маленький. Так, туда не пойдем смотреть. Здесь, ну, тоже я что, вот просто вам цены показываю, а самому мне даже неинтересно. А на меня там, скажем так. Полкилограмма. А у нас там сколько стоит килограмм? Вот, у нас крошка, 30 грамм, 115. У нас килограмм 250 стоит, зачем тащить? Да? Конечно. У вас тут есть прямо? Да. О, 7 льна, смотри, 300 грамм и 6 рублей. Не надо в мое это. Смотри, чтобы они были чистые. А у вас килограмм стоит? Я в тот раз, помнишь, купил где-то по дешевке. Это мусор, а его потом... 150 рублей килограмм стоит. Вон, смотри, это мусор, нет? Посмотри внимательно. Мука горечневая, коминутовая всякая. В общем, мы понялись. Хлопья рисовые. Ну, тогда давай хлопья рисовые, берем. Такие рисовые, давай. Вот, берем семинар льна, потому что у нас в магазине это быстро кончается. Бери, я бы это взяла. Бери, ладно, это просто и все. Потому что она... Возди, и конч, лук надо брать. Бери. Вот, ребят, мы их всего взяли. Пойди тут и кеши, такая дешевая, чем обычная семинар. Вот, еще мы взяли для проращивания, где нам вот, всего заполчить. Тут были зерна овца и семинар. Была небольшая суматоха, я не успел все снять. Вот мы уже выложили первую затарочку и идем вот по частному рынку. Видите, книги. Книги всегда будут жить. Мир вам будет заправлять тот, кто читает книги. Вот карта. Вот у нас, видите, Пску. А вот Киплин. Рассказываешь, стихотворение. Киплин. Друзья, вот мы вспоминаем, какие были банки. Сколько банки стоят? Стыка, Сережка. Не ухо, не отпадет, наверное. Вот такой клуб, смотри, как у тебя. Это, купи терку, а. Казаны шикарные, да? Казаны, да. Как и молочка, да, Матвич? Вот самый лучший казан с плоским дымом. Да, изумительный. У меня есть такой фрик. Да, с плоским дымом. Такие шлипы, два, три, три. Да? Хорошие. Вот, друзья, мы вроде закончили. Единственное, что не сняли с пахвалой. Эти, кто не? С чучкелой. С пахвалок. А так вот и мандарины за 20. Помидоры за полтинник. Хорошие. Вот, ну и все, пошли. Пошли мы садиться. Девчонки уже грузятся. Вот, день прожит не зря. И мы оставили здесь сегодня 3 тысячи. Да. При том, что у нас забитый багажник. Что ж такое? Мы на 3 тысячи затарились, а вы? Молодцы, но мы не считали. Мы ничего не считаем. Здорово, когда деньги не считаются. У нас Шумахер прям сжигает так. Полицейский перелетает просто, вот, не глядя. Ага. Немножко вдавливает нас в кресло. На поворотах, ну, нас выносит в двери. Да ладно, вы еще не ехали по сочинскому сурпантинусу. Ночи. Ночи. Бочины скрипели, ребята, это страшно. Неудивительно, что сломаюсь я часто. Да ладно уж, конечно. Я всю машину сломаю. Да, от старости просто. Подскрипки. Ну, обидно, что ты сняла лишнее, чтобы оно меньше весило, да? Да, я понял. Наверняка цилиндры в моратории расточенные тоже, да. Осталось еще всем нам похудеть немножко, чтобы еще меньше оно весило. И тогда еще полетим. Здравствуйте. Вот так. Не писать надо было, а надо, чтобы нам стыдно было. Чтобы нам стыдно было. Да. Уезжайте теперь. Короче, такая тупая ситуация. Устанавливаем. Там сразу. Не доказываешь, что нам было стыдно, да? Вот, сейчас была стычка, еще раз повторю на камеру, с абхазской полицией, короче. Он увидел камеру? Увидел, да, мою камеру. И такой, а, мол, ты снимаешь. И типа, ну, как будто я не имею права снимать, да. Во-первых, я снимаю себя, что со мной происходит. И он говорит, мне должно быть стыдно на заднем сиденье, что я нарушаю что-то, говорит. Такой бред вообще несут, то есть, ну. Не, ну они наслышали. Как уже сказал Антон, что, ну, святая полиция здесь тоже, в том числе, как и во многих других местах. Ты знаешь, там шараша, когда там ДПСник такой святой ходил с лимбом, говорит. Вот, да ты что, говорит. То есть, вот, непонятная вообще ситуация сейчас произошла, да, говорит. То есть, ну и что, да, и даже с регистратором, я что, выкручи регистратор, да, ездим без регистратора по нашим дорогам, бред. Там газета, бред. Такая тупость, короче. Вот, коровы у вас нарушают, друзья, бред, мусора, бред. Их бы лучше бы разгоняли, больше пользы от вас было, бред. Вот, негативный отзыв, в общем, о местных. Органах власти. Нет, ну неправильно, ты сейчас прочь, опять, негативный отзыв. Блин, ну как круто, что нам штраф-то не выписали, а? Эй, ребята. Вот, снимайте, в общем, все. Понимаешь. А что лучше, вот, ну можно было с ними поссориться, на самом деле. То есть, если, ну это, опять же, законодательство России, там, какая-то статья 129, по-моему, о том, что можно снимать везде, кроме мест, как там. Особо, особого, там, чего-то назначения, в общем. То есть, а этими местами не является никакой магазин, никакая, вообще, даже государственное учреждение. То есть, хоть это почта, хоть это, ну, хоть что это. Тем более, пост ГАИ. Да-да, привет, Дух. Я один, а ты на личиках одного, или что-то? Так все нормально, прошло идеально, гладко. Они просто боятся, наверное, что вот этот видос может дальше пойти просто, и все. Да, они понимают, что прекрасно, да, что я сейчас сегодня его смонтирую, и завтра он будет. Говорят, изымайте, говорит, регистратор, телефон, сейчас будем записи удалять. Так нет, он даже, телефон выключен, и черный экран, а он такой, а, что ты меня снимаешь-то? Так, а прикольно.